Всем привет, дорогие друзья! Это пятничный ежеток, место, где я делюсь с вами своими мыслями про все, что меня волнует в рамках футбола. Это и локомотив, и не только локомотив, но обычно российским футболом это все ограничивается. Европейский меня торкает не так сильно, как, наверное, многих других людей, которые футболом увлекаются. Ну, собственно, у нас пятничный ежеток для бустеров. В конце месяца, то есть на следующей неделе, выпущу обзорный пятничный ежеток за весь октябрь, где будет чуть-чуть побольше тем, может быть, в онлайн-формате, но сейчас только и эксклюзивно для вас, так сказать. Первая тема, которую я хочу затронуть, это то, что за прошедшую неделю мы увидели новый локомотив. Это локомотив, который действительно преобразился. Когда уходил Марвин Компер и приходил Ценбауэр, нам через Ивана Карпова загоняли тему о том, что Ценбауэр будет сейчас строить локомотив, который более акцентирован на оборону. То есть вот эти вот авантюрные прессинговые идеи Компера отправлены в утиль, и вот сейчас Ценбауэр покажет нормальный футбол для достижения результата, так сказать. Но прошли матчи, выиграли у Химок 5-0, следующие матчи, следующие матчи. Да, конечно, это был менее прессингующий локомотив, но сказать, что это локомотив с акцентом на оборону все равно не получалось. Все равно мы смотрели футбол и видели те же самые построения, не было никакого перехода на три центральных защитника, не было каких-то увеличения количества людей в центре поля. И детские ошибки как совершались, так и продолжали совершаться. Причем, ну вот, матч Сочи довольно такой показательный был в этом плане, когда фактически главный человек, которого нужно в Сочи держать, Кристиан Набо, раз за разом оставался абсолютно один в нашей штрафной, рядом с нашей штрафной. Никто его не перекрывал, никто за ним не шел, никто за ним вообще не следил. Ну, собственно, он организовал первый гол, пробил без сопротивления в дальнюю девятку. Вынимай. После того, как убрали Ценбаура, пришел Федоров, никто ничего не говорил, да, никаких громких заявлений не было, до сих пор мы не слышали речи Нагорных. Федоров выступает на пресс-конференциях довольно, кстати, адекватно. Всем советую читать, смотреть эти пресс-конференции, потому что там действительно интересные вопросы, ему задают интересные ответы, он дает, может быть, мы с вами будем их разбирать тоже в рамках какого-нибудь видео или текста. Но суть в том, что Локомотив без громких слов, без заявления от Карпа или чего-то в таком роде, просто взял и начал играть в оборонительный футбол. Локомотив изменился очень сильно и в первую очередь тем, что перестал ходить куда-то далеко вперед, прессинговать, играть на перехватах. Теперь Локомотив очень часто, даже в играх с командами такими, как Торпеды или Химки, встает в две линии возле своей штрафной, в одной линии 4 защитников, в другой линии 5 полузащитников, и попробуй пробей такую линию. В ворота встал Маринато Гильерми. Я очень много про это говорил, я, опять же, говорил об этом еще тогда, когда у нас наша первая плохая серия была, что, ну, переломить серию без поражения можно было бы тем, что убираешь Худякова с ворот, ставишь Гильерми в ворота. Гильерми поставили на матч с Нижним Новгородом в кубке, он там получил повреждения, и мы снова лицезрели Даню Худякова. Потом сменили Компера на Ценбаура. Гильерми к тому моменту уже был здоров, но Ценбаур не стал ничего менять, и мы по-прежнему выходили с Худяковым. Я не хочу много негативить в адрес Худякова, это молодое воспитанник Академии, я всегда таких люблю, я всегда хочу, чтобы им давали дорогу, но в данном случае и в целом, когда мы говорим про локомотив, доверие молодым не должно идти в ущерб результату. И одно дело, когда ты, например, выпускаешь молодого Вадика Ракова на последние 20 минут матча, когда он может там что-то помочь сделать команде или что-то, как-то, не знаю, додавить соперника, или просто, когда ты ведешь в счете, давайте посмотрим, что может сделать молодой Раков. Это мне всегда нравится, но когда ты с первых минут ставишь Даню Худякова в воротах, ключевая позиция, любая ошибка приводит к тому, что ты начинаешь игру с минус один. Но это и влияет, влияет на итоговый результат, что уж там говорить. Действительно, ошибки результативные у Ракова были, ну, я как минимум три могу назвать, которые вот прям явны, которые четки за 12 туров. Это много, да, это каждые 4 матча результативная ошибка от вратаря. За сезон 1-2 результативных ошибки считается, ну, плюс-минус нормы, желательно, чтобы их вообще не было, но 1-2 позволяется. А так, чтобы у тебя каждые 4 матча было по ошибке, это катастрофа. Но кроме этого, наверное, та вещь, про которую я говорил чаще всего, это катастрофа в передачах от Худякова. Это просто раз за разом мы теряли мячи, причем в ситуации, когда вообще ничего к этому не предрасполагало, он просто выбивал мяч, и оказывалось, что там никого, нету из игроков Локомотива. И вместо того, чтобы начать свою атаку, мы получаем атаку на свои ворота, причем быструю атаку, да. Как обычно это происходит. Мяч попадает к Худякову, все начинают бежать вперед, ну, или как минимум отодвигаться от ворот, потому что идет дальний вынос, нужно поджать, побороться. Идет этот самый дальний вынос, наши защитники, наши полузащитники ушли, а вынос идет на ногу сопернику, и соперник лицом к нашим воротам, наши защитники спиной к воротам, нужно разворачиваться, все козыри у соперника. И таким образом мы вот в половине случаев эти мячи теряли, в половине это еще в лучшем случае, да, потому что часто у Худякова процент точности передач был ниже даже 30%, и это, ну, совсем плохо. Поставили Гильерми, мы провели два матча на ноль. Это не прям вот тут железобетонная заслуга именно Гильерми, как вратаря, но явно совершенно обороне гораздо спокойнее играть, когда Гильерми в воротах. Гильерми не теряет эти самые мячи. Несколько очень опасных атак, что в матче с торпедой, что в матче с химками, начались именно после того, как Гильерми своим пасом находил игрока где-то в центре поля, в том числе так был забит гол в ворота торпеда, когда он просто взял и выдал передачу на Карпукаса, никем не прикрытого, и Карпукас так до чужих ворот и дошел. Были атаки и в матче с химками тоже, который начинал Гильерми прекрасным вводом мяча. В этом плане он хорош. По сейвам, да, был один сейв в матче с химками в самом конце. Там скорее мяч в него попал, чем была какая-то феноменальная реакция. Но два матча на ноль. У Локомотива не было в этом сезоне двух подряд матчей на ноль. И наконец-то это случилось. Надеюсь, что в матче с Динамо это продолжится. Главное же перестроение, которое сделал Федоров, оно случилось именно в центре поля. Гильермина Худякова это понятно, но тактическое перестроение случилось в центре поля. Мы стали играть в треугольник. В центре поля у нас теперь есть треугольник. И одна из вершин этого треугольника довольно неоднозначна. Это Даня Куликов. Он вернулся в стартовый состав. Он играл в старте с торпедо, выиграл в старте с химками. Но матчи с химками его заменили в перерыве. И это, наверное, главный вопрос на матч с Динамо. Кто именно выйдет вот этой вершиной треугольника. Потому что, судя по всему, место Дмитрия Баринова в центре защиты и место Тина Едвая в центре защиты, оно не будет подвергаться сомнению. Баринов нужен Федорову для того, чтобы разговаривать, для того, чтобы управлять игрой с позиции центрального защитника. Он прямо об этом сказал на пресс-конференции. Тин Едвай просто защитник выше уровнем, чем Кузьмичев и Мампаси. Другие защитники, которые есть в обойме у Федорова. Две точки треугольника, это Артем Карпукас и Стас Макеев, судя по всему, никаких возражений у Федорова не имеют. Карпукас вообще один из лучших игроков и, наверное, лучший игрок первой половины сезона. Не так уж много кандидатов на это звание. Артем Карпукас хорош практически во всех играх, в которых принимает участие. Мага не так ярок, как Карпукас, но свое дело в центре поля делает. Не так у него хорошо с передачами. Он не так ярок в отборе, но и ошибок тоже не совершает. В целом, почему бы и нет. А вот третья вершина, Даня Куликов, к нему есть огромное количество вопросов. Смотрел его продвинутую статистику. Она доступна на сайте РПЛ, она доступна на официальном сайте Локомотива. И там можно увидеть то, что, например, за первый тайм матча с Химками, в котором Локомотив в достаточной степени доминировал. Даня Куликов не сделал ни одной ключевой передачи. У Карпукаса и Макеева их по две. У Куликова точность передач не превышает 70%. Это мало. Учитывая, что ключевых передач нет, обостряющих передач толком нет. Как ты умудряешься еще и в них ошибаться. И для центрального ползащитника важно много единоборств. Важно постоянно закрывать какие-то зоны. Даня Куликов умудрился за тайм вступить в четыре единоборства, два из которых проиграть. На секундочку, у Карпукаса и Макеева этих единоборств больше 15% выигранных. Ну, у Маги половина примерно. Но туда включаются еще единоборства в атаке, которые выигрывают сложнее. У Карпукаса там порядка 80% выигранных единоборств. Даня просто человек-невидимка на поле. Причем мы видим, это не первый матч. В матче с Торпедо было то же самое. Даня что есть, что нету, никакого особенного профицита для Локомотива от этого нету. В матче с Химками его заменили на Антона Миранчука и перестроили схему на классический 4-2-3-1. Карпукаса и Макеев стали, соответственно, если раньше у нас был треугольник с острием вниз, то теперь треугольник стал с острием вверх, и верхней точкой стал, соответственно, Антон Миранчук. Принципиально это никак игру не поменяло. Все равно очень много розыгрышей мяча шло через Карпукаса, Майга подключался вперед. Но, тем не менее, это вполне себе вариант, как Локомотив может играть, если Антон Миранчук будет здоров. Ну и второй вариант – это выпускать Константина Мардешвили. Мне кажется, для Кости такая игра в гораздо большей степени подходит, чем для Куликова и даже чем для Стаса Макеева. Потому что Мардешвили – это как раз классический бокс-то-бокс, который здорово может подключиться в атаку, который может здорово в штрафную войти, пробить, головой забивал, может в подыгрыше сыграть, у него и пас хороший, и при этом отработает назад, будет помогать в отборе мяча. Про Мардешвили точно нельзя сказать, что он человек-невидимка на поле. Я думаю, что если он оправился от своей болезни, то вполне можем увидеть его на Динамо, и я думаю, что наконец-то, наконец-то для Мардешвили это будет та самая позиция на поле, в которой он сможет проявлять свои лучшие качества. Не правым защитникам, не правым там вингерам, а именно центральным полузащитникам с обязанностями поджимать атаку, доходить до чужой штрафной, бить поворотом или отдавать передачи, и возвращаться назад, срывать атаки соперника. Это то, в чем Мардешвили силен. Посмотрим, что будет на Динамо. По сути, это главный вопрос вообще по составу. В остальном, да, практически наверняка будет Нинахов справа, практически наверняка центр обороны Едвай Баринов, слева Текнезян, дальше Карпукас Макеев, дальше Комано, Исидор и Керк, и вот одна единственная позиция, по которой у меня лично есть вопросы. Вторая тема, которую сегодня хотел затронуть, это опрос, который проводит паблик Европейский паровоз, о том, кто был худшим руководителем локомотива за российский период его истории. Там не стали брать в расчет Филатова, потому что он вне конкуренции, так сказать, но почему-то взяли в расчет Геркуса, хотя для меня, на самом деле, если брать именно российский период, да, вот такой вот более-менее поздний период локомотива, то для меня Геркус и Филатов стоят примерно на одном уровне. Да, я понимаю, что Филатов там в 90-х вытаскивал локомотив, находил ему финансирование и все такое, но странных решений, которые Филатов принимал в начале 2000-х, тоже было очень и очень много. Да, сейчас это уже немножко забывается, да, тогда не было такой прессы, как сейчас, не было телеграм-каналов, все это не рассматривая под микроскопом, но я думаю, что будь тогда все то, что у нас есть сейчас, Филатову бы очень сильно досталось за период 2004-2006, за то, как он не дал вернуться Семину, за трансферы, которые он проводил, за отставку Муслина. В общем, много-много кусиков было у Филатова в конец его карьеры в локомотиве в качестве генерального директора. Я думаю, что ему бы этого не простили. Но так как тогда всего этого не было, так как тогда болельщики локомотива были юношами со взором горящим, все это прощалось и многое не помнится. Я тогда уже занимался разбором интервью, меня тоже очень сильно горело и бомбило с многих решений Филатова вот как раз той части уже, так сказать, постсеменской, Семенской и постсеменской 2005-2006 год. Геркус, у меня много к нему было вопросов, но совершенно очевидно, Геркус это один из лучших руководителей локомотива, и он точно не должен попадать в топ худших даже под каким-то номинально пятым номером. Он стал значительной частью нашего успеха, чемпионства 2018, кубка 2017 года. Так что как бы ни относился к персонажу Геркусу, к его личности, к его взглядам и убеждениям, все равно я ему благодарен, и все равно это действительно один из лучших руководителей локомотива, который собственно и создал тот локомотив, который закончился с уходом Кикнадзе. Если говорить про топ худших, вот именно в том вопросе, в котором его задавал европейский провоз, то для меня совершенно очевидно, я не знаю, как может быть разные вообще мнения по этому поводу, то для меня абсолютно худший руководитель локомотива – это Кикнадзе, Василий Кикнадзе. Так плохо, как при Кикнадзе, в каждой сфере не было ни при одном руководителе, ни при Смородской, ни тем более при Плутнике. Потому что Василий Кикнадзе, если кто не помнит, получил чемпионскую команду, то есть команду, которая была чемпионом России, и в следующий же сезон, не успев закончить, когда половина следующего сезона прошла, убрали Геркуса, поставили Кикнадзе, и он фактически полгода рулил командой чемпионом России. Через два года, после того, как, собственно, Кикнадзе ушел, следующие руководители получили локомотив на девятом месте. При этом большинство футболистов, которые были в распоряжении тренера Николича и руководства локомотива, им было там 30 плюс лет, они были на громадных контрактах, половина сломанной, переломанной, и даже просто набрать состав на игру каждый раз была огромнейшая проблема. И ни одной сферы, невозможно взять ни одной сферы, в которой бы можно было сказать, ну вот зато локомотив вот здесь был хорош. Трансферы полный провал, если вы посмотрите, там про Плутника постоянно говорят, что у него какие-то рекордные траты, но посмотрите на траты Кикнадзе, вы увидите, что там из продаж только Алексей Миранчук, за которого получили 9,5 миллионов, на Трансфермаркете пишут 14, но совершенно точная цифра, которую многие озвучили, это 9,5 миллионов. Но при этом каждый год были покупки на 20 плюс миллионов евро, там за Луиша платили, за Лысова платили, за Жалалединова платили, за Жуао Марио платили. И когда Кикнадзе ушел, всех этих игроков в команде фактически не было. Они были либо с какими-то хроническими травмами, либо у них закончился контракт, они ушли. Были персонажи типа Райковича, которого в принципе не должно быть в клубе такого уровня. Была война с болельщиками, когда просто конкретно руководитель клуба говорит, что болельщики клубу не нужны, что они ничего не решают, что решает все он. И это еще больше кошмар, наверное, чем все остальное. И для меня, безусловно, совершенно Кикнадзе это человек, который убил чемпионский локомотив. Чемпионский локомотив с Палычем, с Геркусом. Они его выстроили, они добились чемпионства. Пришел Геркус и за два года уничтожил состав, который собрали. Уничтожил Палыча, убрав его абсолютно по надуманному поводу. И оставил на девятом месте. Для меня совершенно точно, совершенно очевидно, что худший руководитель локомотива это Василий Кикнадзе. На второе место здесь я уже думал, потому что на второе место можно было поставить и Плутнику с Цорном, но я все-таки, взвесив, вспомнив все периоды, которые были, поставил Ольгу Смородскую. Просто потому что у нее было на то, чтобы развить локомотив, 6 лет. 6 гребаных лет она занималась издевательством над болельщиками, над локомотивом. Были светлые пятна, были определенно хорошие вещи, которые она делала. Я не знаю, как ей это удавалось. Например, она очень здорова, в отличие, опять же, от Цорна, подбирала тренеров. И некоторые ее выстрелы казались сумасшедшими, но она попадала в цель. Она взяла Жуаву Косейру, который прекраснейший специалист, который сейчас работает с сборными Португалии в качестве технического директора. Она брала Леонида Кучука, вообще моего любимого тренера, из пост-эпохи, пост-семенской, кроме семенской эпохи, так сказать. Даже убрав Божевича и поставив Черевченко, она тоже попала фактически в цель, потому что с Черевченко локомотив добился довольно неплохих результатов. Выходил из группы Лиги Европы, занимал там пятое место, не Лига Европейская, но, тем не менее, довольно высокая для того локомотива. То есть не проваливался. Но вместе с этим, конечно, вспоминается и огромное количество кринжа, который творился вокруг локомотива, и какие-то сумасбродные решения, иначе их не назовешь, которые принимала Ольга Юрьевна чуть ли не в одиночку. Это касается и, там, не знаю, Мануэла Фернандеша, которого она почему-то решила загнобить и отправить бегать по МСА. Результаты локомотива точно были бы лучше, если бы Мануэл Фернандеш у Чаревченко был и играл, и чего-то давал локомотиву. Да, собственно, Мануэл Фернандеш стал важной фигурой и чемпионского локомотива, и постчемпионского. Да, следующие медали тоже завоевывались, не без его голов. Увольнение Леонида Кучука тоже невероятная история, как она сильно, во-первых, и на мое мировоззрение повлияла. Когда ты весной говоришь о том, что Кучук будет тренировать локомотив столько, сколько он хочет, а в августе ты уже его в отставку отправляешь, ну, так нельзя делать. И мое вот это вот фанатское боление, вот этот вот огонек, тогда очень сильно погас и заново разгорелся только вместе с чемпионством 2018 года. И много еще чего было, и опять же гоняния на болельщиков, и какие-то очень странные интервью, которые она давала, такие прям резкие, грубые. В какой-то момент Ольга Юрьевна поверила в свою исключительность. Я уверен, что если бы она просто окружила себя специалистами, если бы она просто пыталась выстроить хороший клуб, у нее бы это получилось. У нее была чуйка, она довольно умный человек, довольно хороший менеджер. Все, кого я спрашивал, все в один голос говорили, что при Ольге Юрьевне все было в локомотиве отлажено идеально. То есть ни при одном руководителе до, ни при одном руководителе после не было такого порядка в клубе, во всех сферах этого самого клуба, какие были при Ольге Юрьевне. Ну и, собственно, конец ее эпохи, наверное, самый яркий показатель того, что все-таки, наверное, это не был хороший руководитель, которому не повезло, а был такой себе на уме взбалмошный руководитель, который в итоге продал Ньяса, вместо него купил Хенти, продал Рифата Жамалединова, постарался, выдал там золотых парашютов всем своим друзьям и родственникам и бесславно ушел, получив тысячу проклятий и оскорблений от болельщиков. Наверное, заслуженно. На третье место, собственно, поставил уже тогда Плутника и Цорна. Я думаю, что все могло быть совершенно по-другому, но военная спецоперация 24 февраля очень сильно подкосили всю идею, которая была у... Довольно хорошая идея, я много раз про это говорил, что я целиком их поддерживаю, надеюсь, что эти идеи, они сохранятся и в дальнейшем. Но после 24 февраля нужно было немножечко сохраниться, немножечко остепениться, немножечко поиграть на результат. Вместо этого мы продолжали брать немецких тренеров, которые явно не соответствовали уровню Локомотива. И, ну, что можно говорить, да? Я много удивлялся Комперу руля Локомотива, за что его брали, почему его держали. После Компера вдруг неожиданно решили довериться Цинбауру, и это тоже у меня вызывало огромнейшее количество вопросов. То есть до 24 февраля, до того момента, как ушел из клуба Корнетко, в целом действия руководства Локомотива казались мне логичными. Да, ну мы, собственно, не так плохо-то и выступили в чемпионате 2021-2022. Да, это не было призовые места, на которые мы хотели бы рассчитывать, но это не было провалом, это не было там девятым местом, это не было падением в зону вылета, как на момент конца Цорна и Плутника. Да, там чуть-чуть отстали от ЦСКА, чуть-чуть отстали от Динамо, чуть-чуть больше там повези в некоторых матчах, мы вполне могли бы даже и в тройке оказаться. Ну, не повезло, бывает, ничего страшного для первого года. Но на второй год тебе нужно было нанять тренера, на второй год тебе нужно было провести еще ряд трансеров, которые усилят клуб. Вместо этого мы ослабили клуб, у нас ушли кухты и бека-бека, как минимум, вместо которых не пришли равнозначные футболисты. Ну, а про тренеров и говорить нечего. Компер, Ценбауэр, почему эти люди тренировали Локомотив? Я пытался добиться ответа у Цорна, я задавал этот вопрос через Ваню Нирвану, ответа просто нет. Просто никакого ответа они не были готовы дать. И Компер, потому что нам нравится Компер, Ценбауэр, потому что нам нравится Ценбауэр. Какие достижения, почему он вам нравится, что происходит на тренировках, ноль ответов. Ну, и в итоге вся команда деградировала. Летом, как мне кажется, была завалена физподготовка. Если по весне у меня не было таких ощущений, когда Гиздлер работал с командой, а Баринов очень сильно это критиковал, то, ну, как только мы вышли из летней предсезонки, ощущение было, что Локомотив слабее всех, против кого он играет. И в концовках нас... Ну, был матч с Ростовом, где мы дожали, но в целом, скорее, нас дожимают. Реально, после 60-70 минуты кончались силы. Краснодар трешку закинул, Зенит пятерку закинул. Все это совпадало с уходом Карпукаса. Но главное, конечно, это то, что деградировали все футболисты, все абсолютно, кроме, наверное, как раз Артема Карпукаса. Потому что, возможно, он проходил начальную предсезонку, ту самую зимнюю, еще с Максим Юрьевичем Мишаткиным. Довольно много было потрачено, но и много уже отбилось. Тоже не совсем я понимаю истерику по поводу каких-то феноменальных трат. Если посмотреть, то в минусе Локомотив остался примерно 30 миллионов евро за два сезона. Но при Кикнадзе мы были в минусе примерно миллионов на 50. И это всех устраивало. Сейчас команду полностью обновили. Команда молодая. Не нужно прям сильно каких-то серьезных трат, как, опять же, после Кикнадзе, когда нужно было из-за того, что куча игроков ушли, потому что им уже 33-35 лет, не нужно покупать там 10 человек. Сейчас достаточно 2-3 человека покупать в год. И точно так же можно 2-3 человек в год продавать. И команда будет сильна. Собственно, это в межсезоне уже это и показало. Да, но просто почему-то вместо игроков на нужной позиции были приобретены футболисты, которые толком не играют. Это Марио Митай, это Марко Раконьец. А нападающего взяли бесплатно Ивана Игнатьева, вместо того, чтобы все-таки найти человека, который будет забивать вместо Яна Кухты. Вот, например, Урал нашел Рея Влута в Голландии, и он уже принес несколько очков Уралу. Да, понятное дело, что, конечно, это не какой-то суперкрутой нападающий, но ведь мы для этого и брали Цорна, для этого и брали Мекеля, чтобы они находили. Нашли они, в конце концов, Фасона, шикарнейшего центрального защитника, который там с первых же матчей показал свой уровень. Почему не найти было нападающего на замене Кухты за 2 месяца? Я не знаю. Взяли Педринью, но это вообще не тот типаж. Короче, для меня Плутник, да, он входит в топ худших, потому что было много медиапровалов, много непоняток с тренерами. Были у меня вопросы по работе с молодежью, очень много вопросов было по работе с молодежью. Но это всего третье место. Точно, совершенно, если меня спросили, кого ты предпочтешь, Кикнадзе, Смородску или Плутника с Цорном, я бы выбрал Плутника с Цорном еще раз. Но только на этот раз постарался бы до них донести, что тренер это важная фигура и не нужно назначать обы кого. Ну и на четвертое место, раз уж там оно было, я бы поставил Лепатова. Мне кажется, что истории Лепатова и Плутника, они вообще очень похожи. Два молодых человека, которые решили поиграться в футбольного менеджера. Разница в том, что Плутник тратил деньги РЖД, а Лепатов тратил деньги Транс Телеком, а собственно поэтому ему РЖД и дали поиграться в эту игрушку, типа ну хочешь, давай потратить свои деньги. И Лепатов их тратил, было много трансферов, которые он осуществлял, было много попыток курирования личного, ничего не получилось, и он тихо, мирно точно так же и ушел, особо без каких-то скандалов, без разговоров, даже особо не мелькал в прессе. и собственно после Лепатова Наумов спокойно назначил Семина, вернул Ласькова и там построил Сапсан-арену. Не так длительно было это влияние Лепатова, хотя конечно с ним связаны вот эти вот падения на седьмые места в середине двухтысячных после того, как Локомотив ниже четвертого не опускался. Но сказать прям вот что отвратительно и плохо не могу. Я уверен, что у Лепатова были самые благие намерения. Он действительно пытался вкладывать свои деньги, он действительно проводил там трансферы типа Адам Винги, типа Марка Баши. Просто ну опять же не получилось с тренерами. Те, на кого он ставил, там на Бышевца на какого-нибудь, на Рахимова оказались недостойны, оказались плохими тренерами и попади тогда в тренера, как Филатов попала в Муслин или как Смороцкая попала в Коусейру. Все могло пойти по-другому, в том числе и для Лепатова. Вот такой мой топ. Можете писать в комментариях, согласны, не согласны. Для меня это вот так. И давайте третью тему. Коротко, потому что она не касается Локомотива, она скорее касается общероссийского футбола. Это решение КДК, по которому решили дисквалифицировать Абаскаля и Федотова на один матч. Довольно резонансное решение, по нему уже многие высказались. И я тоже негодую, я тоже не понимаю, зачем КДК это делает. Я в кои-то веки посмотрел матч российской премьер-лиги без участия Локомотива с большим удовольствием, потому что это реально было очень классное дерби с качественными голами, с качественной игрой, с очень высоким градусом эмоцией, борьбы. То есть это был вполне себе действительно футбол европейского уровня, так как каким футбол должен быть? У нас в российской премьер-лиге футбол может быть высокого качества, действительно может быть, но при этом он какой-то всегда рафинированный, безэмоциональный, без какого-то градуса, накала. Ты просто смотришь, как будто ничего не решается в том или ином матче. еще судейство часто мешает просмотру футбола, но очень часто мне мешает именно то, что такое ощущение, что команды ни за что не бьются, они просто вышли поиграть в футбол, какое-то ощущение товарняка присутствует. Здесь же такого не было и как мне кажется российскому футбольному союзу наоборот нужно повышать градус, потому что это интересно, потому что я уверен, что этот матч как раз собрал большую аудиторию и они же пропагандируют медиалигу, они же пропагандируют как раз ну типа пытаются примазываться к этой самой медиалиге. А в чем кайф медиалиги по сравнению с профессиональным футболом? Как раз в том, что там не скрываются эмоции. Там футбол гораздо ниже уровнем, там футболисты уровня второго дивизиона, ЛФК, ЛФЛ и не более того, но там есть эмоции и болельщики, они тянутся не к качеству футбола, болельщики на самом деле не очень хорошо в принципе в массе своей, извиняюсь, что называю болельщиков массой, но Андрей Талалаев разрешил. Болельщики в своей массе не очень разбираются в качестве футбола, они гораздо больше понимают энергетику, они в том числе поэтому каждый раз, когда команда их проигрывает любимые, они начинают глаза не горели, не хотели победить, ватные и все такое. Они не говорят о том, что они не умеют играть в футбол, они говорят о том, что не хотели победить. И вместо того, чтобы пропагандировать это, вместо того, чтобы добавлять градуса, добавлять эмоций и увеличивать аудиторию, которой будет интересен футбол, РФС раз за разом то одного дисквалифицирует, то другого дисквалифицирует, теперь тренеров дисквалифицируют. А ведь там ничего не было, там не было потасовки, там не было какого-то прям вот ну невероятного мата трехэтажного, от которого уши сворачиваются. Да, там Федотов что-то наговорил, да, Баскаль что-то попрыгал, но это же и круто. И если вы не хотите этого видеть, ну запретите матч-тв это снимать. Ну логично, да, просто давайте не будем это снимать и все, вот будет тип-топ. Но нет, они же с одной стороны вроде хотят этой медийности, они вроде хотят рейтингов, с другой стороны совершенно не хотят этого, потому что запрещают проявлять какие-либо эмоции на поле. Да, даже за там условно говоря посылание арбитров в цирк работать тоже дисквалификация, ведь там даже мата не было. Я не знаю, я не понимаю этого, я не понимаю, зачем это нужно российскому футбольному союзу. Мне кажется, что нужно это как-то все пересматривать и наоборот пытаться добавлять градус, добавлять эмоции. и да, конечно, перебарщивать как в медиалиге не надо, чтобы все команды каждый раз при спорном моменте выбегали на поле и начиналась потасовка. Но вот такие вещи, они украшают футбол, а не наоборот убивают его. И ну грустно, грустно, и понимаешь, что в любой момент абсолютно любой человек может оказаться под прицелом камер. Если вы когда-нибудь играли в футбол, вы прекрасно знаете, что на адреналине, на зашкаливающем, когда у тебя там пульс 180 бьется, ты не способен адекватно воспринимать реальность. Ты думаешь, что ты прав, что соперник не прав. Ты можешь наговорить всякого абсолютно, а потом посмотреть эпизод и понять, что он на самом деле был не прав. Извиниться, пожать руки после матча это абсолютно нормальная история. И Федотов с Абаскалем это сделали, они пожали руки, они разошлись с друзьями. Ну, не друзьями, но как бы у них не было никакого негатива друг к другу. И тут бац, обоих на матч отстранят. Кому от этого лучше будет? Болельщикам, российской премьер-лиги, российскому футбольному союзу, игрокам, футболу российскому? Да никому не будет лучше. Мы просто зачем-то, почему-то потеряли двух тренеров на тур и в следующий раз они там миллион раз подумают, прежде чем делать очередное шоу для всех нас. Все, таким выдался мой пятничный ежеток. Подписка с вас, лайки и все такое. Я не знаю, кстати, буду я публиковать это на YouTube или нет, но для бустеров точно будет. Целую вас, рад, что вы у меня есть. субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok